И сегодня мы собрались на митинг с требованием обеспечить открытые и честные выборы, не допустить фальсификации народного волеизъявления. За последние годы доверие к избирательной системе России подорвано. Так произошло, потому что правящая партия власти Единой России более 100 раз меняла выборное законодательство в свою угоду. Единороссы реально боятся прорвыша, все время переписывая правила игры. Они не борются с фальсификациями, а создают условия для прокручивания новых шумерских схем. В этом году в республике у нас предстоят двойные выборы. Выборы главы республики Калмыкия и выборы депутаты Иноцинского городского собрания. Вы знаете, что на сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация с нашим зарегистрированным кандидатом на должность главы республики Калмыкия Манжиевым Намсыром Викторовичем. Я думаю, будет правильным, если сегодняшний наш митинг мы начнем с того, с его выступления. Сегодняшняя ситуация, она вам известна, она не просто сегодняшняя, она проистекает из 26 лет правления двух наших руководителей. Это Кирсана и Люмжинова, Орлова. И сегодня, я думаю, такая наблюдается уже по факту преемственность. Преемственность в организации вот таких мероприятий, как выборы, то есть не допускает кандидатов. Под любым предлогом нам не давали собрать подписи, производили давление на людей, но все это вам известно. Я об этом говорил мне уже много раз и писал статьи. Мне хочется ответить другой немножко момент, в том плане, что многие сейчас обращают внимание, что очень много министров приезжает в республику. И некоторые люди надеются, что вместе с министрами мы получим столько же много денег. На самом деле это не так. Если вы внимательно посмотрите ленту новостей России, эти же министры бывают за последние два месяца, вернее, побывали в тех субъектах, где вообще проходят выборы. Они, как бы такая дежурная поездка у каждого из них в преддверии выборов, для того, чтобы поддержать своих кандидатов. Не то, что министры. В три субъекта сам Медведев с несколькими министрами съездил, побывал, для того, чтобы продвигать тех людей, которые угодны власти. И это факт. Наш куратор Кобылкин, который вот недавно был в Калмыкии, буквально через день был в Старопольском крае. Тот же Новок был у нас, оказался там в Оренбурге и на Алтае, по-моему. То есть это сегодня именно не то, что я там рекомендую это воспринимать так. Это факт. Поэтому. И то, что за ними придут к нам деньги, это неправда. Во-первых, мы видим, что наше правительство уже берет второй кредит. То есть сначала где-то 520 миллионов, сегодня 300 миллионов. Это 820 миллионов за последние два месяца взяты кредиты. Поэтому никаких надежд, если деньги были бы, они уже были бы в поддержку. Но их нет. Приходится брать кредиты и увеличивать государственный долг. Сегодня мы за эти два месяца увеличили государственный долг на 20%. Был 4,6 миллиарда, сегодня увеличился еще на 800. Поэтому нужно смотреть факты, оценивать их, анализировать здраво. Не просто делать вот такие выводы, да, вот от этого приезда министра. Ну, к нам приезжал и при Орлове, и сам Медведев, и приезжал Путин. Я еще раз повторяю. От этого у нас денег не увеличилось. И еще один момент. У нас сейчас в России трехлетний бюджет. Поэтому для того, чтобы получить деньги в ближайшее время, это только через 3 года надо закладывать. Сегодня закладывать, чтобы получить через 3 года деньги. Единственное... Конечно, бывают уточнения бюджета, но эти уточнения, они в основном делаются по майским указам. Вы знаете, те программы, которые провозгласил Путин, они должны исполняться. На них денег не хватает. И поэтому все, что будут добавлять, это только по программам, известным нам всем. Они перечислены давно, эти программы. Поэтому ничего дополнительных, никаких средств не ожидать невозможно. И в той ситуации, когда сегодня у нас наводнение в Иркутской области, и дальше, и кроме этого у нас горят леса. Это огромные деньги. Сегодня после наводнений, как я увидел в новостях, больше 100 мостов разрушены. Представляете, сколько нужно сегодня денег на восстановление жилья, на восстановление дорог, на восстановление сельхозугодий затопленных, на восстановление тех же мостов. Это огромные деньги. И они сегодня по чрезвычайным ситуациям будут направляться туда. А нам не достанется. И сегодня мы должны четко понимать, что у нас есть один выход. Это самим научиться грамотно распределять свои средства, грамотно использовать их. Те деньги, которые мы сегодня получаем, и мы должны планированно наращивать свои доходы. И больше нам надеяться нет. Ведь в каждой семье, когда падают доходы, или уходит зарплата, или она уменьшается, люди вынуждены садиться в семье и решать, кто поедет в Москву. Супруга или супруг. Кто останется на хозяйстве. Кто будет зарабатывать и каким образом перечислять деньги из Москвы. Поэтому республика это та же семья. Сегодня нужно самим садиться и управлять своим хозяйством. Чего мы уже делать разучились. Поэтому я, например, четко понимаю, что не надо ждать милости извне. Надо научиться работать, зарабатывать. И зарабатывать репутацию и авторитет, чтобы нам доверяли, в том числе и деньги. Даже потому, что нам дают 5 миллиардов на водопровод, мы их успешно разворовываем в республике. Нам дают миллиард на водохранилище, тоже разворовали. И так далее. Примеров много. Поэтому вот одна надежда есть. И не надо вот сегодня уповать на то, что вот нам Россия даст деньги, и мы заживем. Не заживем, пока не научимся работать. Пока не научимся рачительно пользоваться своими средствами и создавать собственный бюджет, наращивать его. Вот другого пути нет. И обманываться здесь не надо. Поэтому, что касается выборов, ну вот картина вам известна. Сегодня мне осталось одну подпись восстановить, которую у меня нагло, незаконно, будем говорить, отобрали. Мы доказали уже, восстановив один голос, выиграли вчера в Верховном суде, и голос коммуниста Кадлаева вернули нам, вернули мне. Сегодня еще остается один голос, я думаю, что в Верховном суде России, потому что эта история известна всем, с больным 67-летним человеком, которого понудили работники администрации Черноземенского района отдать голос. Хотя по закону участие должностных лиц, муниципальных служащих, недопустимо при сборе подписи. Вот одна строка закона, которая четко нам говорит, что мы этот голос восстановим. Поэтому будьте уверены, что я буду участвовать в выборах, но, конечно, меня лишили возможности агитировать, время уходит, но, тем не менее, я знаю, сегодня настроения меняются у людей. Те надежды, которые возлагали на молодых, современных людей, они сегодня испаряются с каждым днем, потому что факт за фактом они подтверждают свою несостоятельность, непрофессионализм, неподготовленность к управлению республикой. Поэтому я уверен, что вместе мы справимся. Спасибо всем за то, что вы сегодня пришли. Поддержать нас, поддержать вообще не только меня или депутатов, которые идут в ЭГС, а поддержать справедливость, поддержать закон, исполнение закона о выборах, чтобы никогда мы сегодня собрались дружно для того, чтобы сказать, никогда больше не позволим фальсифицировать выборы. Если я стану главой республики, то я вам гарантирую, что будут в республике свободные выборы. Везде, и в местное самоуправление, и в хурал, и выборы на главу. Я это обеспечу, у меня достаточно силы и воли для этого. И сегодня многие пишут в интернете, что у нас закончилось мужество, пал в дух. Нет, мы духом крепки, мы стоим на твердой позиции, потому что за нами правда, за нами истина. И это дает нам уверенность. И сегодня времена меняются, мы чувствуем это, и идем навстречу событиям. Мы их опережаем. А тот, кто плетется в хвосте событий, тот всегда проигрывает, тот хочет удержать власть, власть незаконными путями, давлением на людей. Режимы все падают, мы знаем из истории. Поэтому сегодня ваша поддержка очень важна для нас. И спасибо вам за это. Я думаю, что вместе мы наладим жизнь в нашей республике. Спасибо, Анатолий Викторович. Спасибо, Анатолий Викторович. Анатолий Викторович. Анатолий Викторович. Анатолий Викторович. Анатолий Викторович. Анатолий Викторович.